Вы знаете, что птица может быть ядовитой? Да, но это правда. Наличие яда у змей-скорпионов, некоторых видов лягушек и ящериц, как комодский варан, можно объяснить. И даже у утконосов он есть, но птицы. В настоящее время известно шести видов дроздовых мухоловок, обитающих Папуа-Новой Гвинеи. Всеядные ярко окрашенные птицы являются эмдемиками острова и питаются определенным видом жуков, которые, как полагают, являются источником мощного нейротоксина. В частности, кожа и перья двухцветной дроздовой мухоловки являются основным источником токсина. Эти удивительные птицы с оранжевыми и черными перьями являются единственными птицами среди 9200 видов птиц, чьи оперения, кожа и плоть пронизаны батракотоксином, который сотни раз токсичнее стрихнина. В 1989 году, во время исследования биологами из Национального института здоровья в Бетерске, штат Мэриленд, из Митсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, во главе с орнитологом Джеком Думбахером из Чикагского университета, у этой птицы нашли токсин, который вызывает жжение, онемение и чихание. По этой причине местное население избегает этих птиц и не использует их пищу, они их называют мусорными птицами. Но в тяжелые времена аборигены едят этих птиц, но сначала избавляются от их кожи и перьев, а все остальное хорошо запекают в углях. Как обнаружили токсин у дроздовой мухоловки? Джек Думбахер наткнулся на секрет дроздовых мухоловок совершенно случайно. В 1989 году он со своей командой прибыл в Папу-Ново-Гвинею для изучения райской птицы Раджана Парадайз. Они расставили сети, чтобы поймать ее и изучить должным образом. Однако в сети попалось много других птиц, а также несколько дроздовых мухоловок. Когда он попытался освободить этих птиц, он подвергся нападению, они его немного поцарапали. Он ощутил невероятную боль в руках и странное покалывание. Он засунул руки в рот, чтобы избавиться от жжения, но ощутил покалывание на губах в языке. Он стал понимать, что случилось и решил взять перо, чтобы проверить свою гипотезу. Они обнаружили, что на самом деле в перьях есть токсин, который поставляется от жуков семейства Меридит, Хлорези пулькра. Местные жители использовали этот токсин для охоты, который в достаточных больших дозах может вызывать паралич и даже смерть, особенно у мелких животных. Он начинает нарушать баланс натрия в нервных клетках, мышцы начинают непроизвольно сокращаться, даже маленькие дозы приводят к параличу конечностей, нарушению локомоции и прострации. В Папу-Ново-Гвинеи только у трех видов птиц, принадлежащих к роду дроздовых мухоловок, в их коже и перьях был обнаружен этот токсин. Эти три токсичные птицы были идентифицированы как двухцветная дроздовая мухоловка, рыжая дроздовая мухоловка и изменчивая дроздовая мухоловка. Из всех трех видов именно двухцветная дроздовая мухоловка считается наиболее токсичной. Думбахер и его коллеги взяли образцы у этих птиц, в том числе из кожи, поперечно-полосатых мышц, перьев и желудка с содержимым. Из образцов токсин был отделен от других веществ, именно тогда исследователи и наблюдали ботрахотоксин. Этот яд очень похож на тот, который присутствует в древолазах в Центральной Южной Америке и чьи шкуры колумбийцы используют для изготовления яда и намазывания на дротики и стрелы. Токсичность яда дроздовых мухоловок тестировали путем подкожной инъекции ткани конечностей лабораторных мышей. В зависимости от дозы у мышей токсин вызывал частичную или полную потерю работоспособности, опорно-двигательного аппарата, конвульсии и даже смерть. Найденный токсин активировал каналы натрия в клетках, препятствовал сопротивлению мембран клеток. Было установлено, что кожа и перья являются самыми токсичными из всех протестированных тканей. В то же время тесты ткани двухцветной дроздовой мухоловки показали самый высокий уровень токсичности среди трех видов дроздовых мухоловок. Биологи пришли к выводу, что токсин служит для защиты дроздовых мухоловок от естественных хищников, в том числе змей и некоторых сумчатых. Этот вывод стал основой того факта, что в настоящее время в орнитологической среде широко признается, что дроздовые мухоловки являются первыми задокументированными ядовитыми представителями класса птиц, теплокровных позвоночных животных. У дроздовых мухоловок также есть две другие особенности. Они ярко окрашены в контрастный оранжево-коричневый или черный цвет и они испускают сильный, прогорклый запах. Эти два фактора дроздовых мухоловок делают их весьма нежелательным объектом охоты среди бродячих хищников. Были ли отравления токсином дроздовой мухоловки среди людей? Об этом официальная статистика молчит, можно только предположить, что случаи отравления происходили и, возможно, даже приводили к смерти, чем могли воспользоваться местные жители, ведь там еще процветает каннибализм. Но это же, конечно, шутка, но с намеком. На этом все о самой ядовитой птице. Подписывайтесь на канал, если не подписались и до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok